Шапки, шарфы, перчатки. Это Сен-Дэй. Сток, лоты по 5 килограмм. 100% акрил в составе шарфа. Так, шапка крупной вязки. Тут, наверное, тоже акрил. Да, 100% акрил с большой помпошкой. Еще один шарф. Шапка крупной вязки. По словам, женские, конечно, вещи, аксессуары имею в виду. 100% акрил. Также указан в составе палантин. Так, это снуд. Пока вот первый снуд. 100% акрил. Перчатки. Теплые мужские, по-моему, перчатки. Маркет Инсулейт. Вот эти кольца намешают. Так, это шарф. И шапка тоже крупной вязки. 100% акрил в указанном составе. Без помпошки на этот раз. Беретка. Тут еще шляпы есть, кстати. Сейчас до шляпы доберемся. Две пары перчаток. Еще одна вот шапка. Так, 100% акрил в указанном составе. Я, по-моему, что-то заметил. Сейчас найдем затяжку. Есть затяжка небольшая. В остальном все нормально. Увидели одну затяжку. Так, шляпа. Вот она, первая шляпа. Обычно по две шляпы в каждом мешке. Это снуд крупной вязки. По-моему, такая была шапка. 48% шерсти, 50% акрил. И 2% нейлона в составе этой шапки. Еще одна шапка крупной вязки. Но тут есть затяжка небольшая. 100% акрил. Так, еще одна шапка с отворотом. Акрил в составе. Так, две пары перчаток. Шарф. Кепка. Правда, далеко не зимняя кепка, но. Они есть в каждом мешке. Это был снуд. Еще один снуд. Тут у нас в составе 20% альпака, 20% шерсти. В основном, по-моему, акрил. Вот здесь 100% акрил. Это снуд крупной вязки. Теплый снуд. Еще две пары перчаток. Перчаток мало. В основном шарфы и снуды. Так, 70% акрила, 30% шерсти. Здесь в составе вторая женская шлепа. И последняя вещь из этого мешка. Снуд. Здесь в составе тоже 20% альпака, 20% шерсти. Написано. И на этом все. Продолжение следует... Продолжение следует...